Всем привет! В эфире программа «Свободный полет». Меня зовут Алина и сейчас вы узнаете, что же интересного произошло в нашем городе за минувшую неделю. Поехали! В преддверии годовщины Комсомола в Тынде прошел увлекательный квест «100 лет ВЛКСМ». Стартом для участников стал Музей Истории БАМа. Давайте посмотрим, как это было. С напутственными словами к участникам обратились председатель Комитета по делам молодежи Мария Артюхова и директор Музея Истории БАМа Александр Бондаренко. После чего под песни советского времени участники отправились на поиски комсомольских путевок, которые были спрятаны в разных залах Музея Истории БАМа. Место для открытия мероприятия было выбрано не случайно, ведь тематические выставки невероятно точно передают атмосферу того времени. На станциях ребят ждали кураторы, которые знакомили участников квеста с историческими фактами и событиями ушедшего времени, а также озвучивали задания. В ходе игры участники вспоминали исторических личностей, пели песни, выкрикивали лозунги, отвечали на вопросы викторины, строили гимнастические фигуры и многое другое. С задором комсомольским желаем вам шагать в добро и справедливость, веру не терять. Отлично. Неким сюрпризом для игроков стало то, что станции располагались в разных частях города. Причем эти места были выбраны не случайно, ведь все они связаны с деятельностью в ЛКСМ. Финишем для квестеров стал комитет по делам молодежи, где и были подведены итоги игры. Учитывались баллы и время выполнения конкурсных заданий. Победителем стала команда БМЖТ. На втором месте оказались ребята из лицея номер 8, на третьем – волонтеры победы. Мы благодарим музей истории БАМа за сотрудничество и помощь в организации квеста. Также мы выражаем особую благодарность нашему спонсору Кафе Стритфуд за оказанную поддержку. А знают ли тындинцы, что такое Комсомол? Сейчас узнаем. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Ответить на несколько наших вопросов. А что будет? Столетие в ЛКСМ. Показывается. Мы не знали. Мы следим за этим. А вам знакомо, что такое Комсомол? Ну, я не была в Комсомоле. Знаешь ли ты, какой праздник состоится 29 октября? Нет. А ты знаешь, что такое в ЛКСМ? Нет. Какой праздник состоится 29 октября? Нет. А вы знакомы со словом в ЛКСМ? Нет. День матери? Будет столетие в ЛКСМ. Вам знакомо это понятие? Конечно, еще. Можете поподробнее об этом рассказать? Нет, у меня нет предмета. Вам знакомо это понятие? Да. Можете поподробнее об этом рассказать? Всесоюзный Ленинский Комсомол праздник. Ленинского Комсомола. Ну, это я не работал, но комсомольцы не дорос. А ты знакома со словом Комсомол? Ну, ладно, спасибо, что уделила нам время. Знаете, какой праздник будет 29 октября? Нет. А вам знакомо понятие в ЛКСМ? О, боже, столетие в ЛКСМ, точно, да. Со мной в кабинете как раз сидит женщина, которая имеет целую кучу наград и значков. Да, точно. Здравствуйте. А вы знаете, что такое Комсомол? Это уже пройденный этап. Вы знаете, что такое Комсомол? Да, я заставила те времена, когда еще были пионерами. А вы не можете поподробнее об этом рассказать? Комсомол была, кстати, по-моему, неплохая очень организация, которая каким-то образом, не знаю, сплотила, да, ту, скажем, социальную прослойку, которая начинает от 18 до 25, если я не ошибаюсь. Потом уже было принятие в партию, тоже неплохой, в общем-то, вариант. Наш опрос показал, что о ЛКСМ знают в основном люди более старшего поколения, заставшие времена Комсомола. У многих с этой организацией связаны самые теплые воспоминания. Молодых советских людей связывало чувство коллективизма, любовь к собственной стране и вера в светлое будущее. Для школьников и студентов вопросы показались немного сложными, что, в принципе, неудивительно. Очень надеемся, что после нашего опроса истории этой самой мощной молодежной организации бывшего СССР, да и в общем истории нашей страны в целом, заинтересуется и более молодое поколение. А вам знакомо понятие Комсомол? Знакомо. Не могли бы вы рассказать об этом? Нет. Я уже точно не помню, но Комсомол – это вроде бы активисты в то время, во время СССР. Ну да, что-то похожее. Хорошая была организация, веселая, сильная, весела была. Вот, молодежь. Сильно была. Такой шоссеток. Ну, конечно, я же был комсомольцем. Ой, можете что-нибудь рассказать об этом поводу? Ну, что вам рассказать? Ну, что-нибудь? Ну, это было давно, 40 с лишним лет назад. Ну, я помню тебе временем. Я вас понял. Ну, нормально, что-то. Комсомольцы, как комсомольцы. А вы знаете, что в нашем городе есть улица 17-го съезда в ЛКСМ? Ну, слышал вообще, да. Ну, а как же, я когда-то была комсомольцем. Естественно. Вы знаете, что такое в ЛКСМ? Изнать не хочу. В нашей студии побывала прекрасная гостья. А кто же она? Узнаете в нашем следующем сюжете. Всем привет. Сегодня у нас в гостях невероятно красивая и талантливая девушка. Знакомьтесь. Солистка шоу-группы Альянс, рок-группы Роза Ветров, Александра Кондратюк. Саша, привет. Предлагаю начать с самого начала. Расскажи, как ты начала заниматься музыкой? Когда это произошло? Когда ты начала петь? Мне было тогда порядка 12 лет. 11-12. И моя мама, любимая мамулечка. Вообще у нас вся семья творческая на самом деле. И моя сестра пела в музей Пушкина. И я все время, так скажем, песенки по дому уходила пела. Ну и мама увидела, что растет талантище. Нужно куда-то меня отдавать. И привела в очаровашки к Ане Леонидовне Земляной. Ну и вот так вот потихоньку мы перешли в Альянс. Шоу-группу Альянс. Тогда еще первый состав. Это Женя Ратник, это Анна Белокерницкая, всеми любимая наша звездочка. Потом у нас Юлия Куклаченко, я и Галя Малькон. Вот наш вот такой костяк был из пяти человек. А как ты себя чувствуешь на сцене? Какие эмоции под светом софитов? Вот это очень хороший вопрос. Когда стоишь за кулисами, дико волнуешься. Ты видишь в зале знакомые лица и незнакомые. Как бы сложнее всего выступать перед знакомыми людьми. Потому что это самые жесткие критики твоей самодеятельности, так скажем. Чувствуешь волнение, ужасное волнение. Выходя на сцену, я всегда думаю, господи, не забыть бы слова. А расскажи о своих последних выступлениях в городе Хабаровске. Насколько нам известно, там что-то было совершенно фееричное. Мой начальник Сергей Владимирович Дашко, привет. Он позвонил и говорит, Саш, вот так и так. Здесь пришла рассылка, что можно подать заявку всем творческим людям. Будет конкурс, посвященный Дню железнодорожника, приурочный Дню железнодорожника. Если, говорю, мы все знаем, что ты поешь, давай вот дерзай. Мы прям продумали сюжет, сняли видео, два дня его монтировали. Я для этого специально ездила на студию, песенку записывала. Думаю, нужно же про железные дороги, это же все-таки Дню железнодорожника. Меня не отобрали по этой песне, я вам открою секрет. И так получилось, что мне на глаза попалось видео с День молодежи. Мы выступали с нашей группой «Роза ветров», песня, посвященная Лауне, группе Лауны. Я думаю, чем не шутит, черт. Послала я это видео, и буквально вечером, буквально утром я его послала, вечером со мной уже связались организаторы. Это все происходило в Хабаровск-2, стадион «Локомотив». Там было порядка 20 тысяч человек, точно было, потому что это нереально просто. Конкурсантов вообще было 9 человек. Это Уссурийск, город Уссурийск, город Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. С нами занимались стилисты, они подобрали под каждую песню, под каждый образ, они подобрали определенную прическу, макияж. Все это было продумано именно стилистами. Почему я акцентирую на этом внимание? Я не люблю красную помаду, не умею я ее носить. Ну, как-то так сложилось в моей жизни. А там у меня по образу прямо не прорисовали эту красную помаду, чтобы она была прям яркая, чтобы не стиралась. И как бы я ни пыталась потом ее немного подтереть, но мне было немножко некомфортно, не убралась. Я так и выступала с красными губами. Пела я песню Полины Гагариной из репертуара Полины Гагариной «Драмы больше нет». Смогла достойно представить наш город. По бальной сетке я заняла второе место. Что в последующем дало мне право приехать в Хабаровск уже на второй гала-концерт, посвященный 15-летию ОАО РЖД. И уже все было серьезнее, жестче. Но мы выдержали, мы, опять-таки, достойно представили наш город, отпели. И я надеюсь, что в дальнейшем тоже буду посещать подобные мероприятия. И надеюсь, что меня пригласят еще раз и еще раз. И может даже не в Хабаровск, а уже, может, даже и в Москву. Но это в перспективе, почему бы нет. А каково после этого выступать на нашей Тыдненской, хоть и маленькой, но такой родной сцене? Я приехала в Тынду, и уже буквально там через неделю где-то выездной концерт за поселок Кувыкту. Там строится сейчас мост, и мы выступали прямо в тайге. И мы приходим, а там вот просто вот площадка, две колоночки, микрофоны и пой. Профессиональные звезды бы сказали, я не буду петь. Я не профессиональная звезда, у меня нет музыкального образования, мне стыдно, но все-таки. Вот те вот эмоции, которые ты получаешь от живого общения с людьми, вот в этой вот маленьком зеленом зале, когда тайга, когда люди, когда они подпевают тебе, когда они смотрят, и все равно, что там хрипит эта колонка, и все равно, что ты, может, где-то не ту ноту взяла, да. Но вот эти вот эмоции, они самые настоящие, они самые живые. Люди заряжают тебя позитивом. Ты поешь для них и видишь отдачу от них. Как бы то ни было, да, Хабаровск — это хорошо, это уровень, это большая сцена, это можно профессионально расти. Но нету такого живого общения с народом, потому что там от сцены до еще, до первого ряда людей, там еще огромное количество метров, и ты не видишь лица, ты не видишь эмоций, ты уже только в конце песни можешь по аплодисментам понять, понравилось человеку, не понравилось. А здесь вот оно. И это ни с чем не сравнимо. Ну, я бы сказала, что хабаровский, да, уровень технический лучше, но эмоции, которые ты получаешь от выступления, от концерта, от людей, в первую очередь, энергетику, на нашей родной земле, на нашей родной сцене, вот это просто незабываемо. И если мне посчастливится еще выступить в других городах, я не изменю своего мнения, это 100%. Здесь самые положительные эмоции, а это многое значит, для певца в частности. Спасибо за безумно интересную беседу, за то, что уделила нам время. А мы увидимся на следующей неделе. Пока-пока. До свидания. А теперь предлагаем вам продолжить путешествие по интересным местам нашего города. И снова привет! Мы продолжаем знакомить вас с интересными местами нашего города. И сегодня, как вы догадались, мы поведем вас в музей истории БАМа. Почти каждый житель нашего города бывал в экспозиционных залах нашего музея. Но мало кто бывал в фондах хранения. Пойдем посмотрим. Посещение музейных фондов – это возможность увидеть другой музей, хранящий в себе, как оказалось, немало тайн. И даже запах в этом месте особенный. Он будто переносит посетителей в другую эпоху. И вот мы находимся в этом замечательном месте. Нам о нем расскажет Светлана Александровна, которая является главным хранителем. Расскажите нам немного о фондах музея. Когда они были основаны? Ну, вообще, музей, день рождения музея мы празднуем 1 августа. Музей был основан в 1976 году. Но первые единицы хранения, которые поступили в фонды музея, вот в книге «Поступление основного фонда» датированы 14 декабря 1976 года. Так вот, с этого момента, как только поступил первый предмет фонды, будем считать, что это будет день основания фондов музея. Так как без фондов музея нет. То есть, то, что представлено в залах, это все фонды. Фонды хранилища музея располагаются в двух залах. В первом представлены в основном издания, книги, картины, фотографии, альбомы. Второй хранит в себе ткани, полезные ископаемые, предметы быта. Кстати, предметы, хранящиеся в фондах музея, называются единицами хранения, а единицы, выставляющиеся для публики, экспонатами. На данный момент в фондах находится более 43 тысяч предметов. То есть, вот с 76 года декабря, по сегодняшний момент, вот эта цифра возросла до 43 тысяч. Помещение, где мы с вами находимся, называется фондахранилище. То есть, здесь находятся предметы, которые не представлены в экспозициях. Так вот, в фондахранилищах, вообще-то, конечно, посторонним людям вход запрещен. Но, тем не менее, существуют моменты, когда мы проводим экскурсии по фондахранилища. Это бывает не очень часто. Например, ночь в музее 2014-2015 года, только не в этом фондахранилище, у нас их два помещения, а второе помещение, оно было открыто для посетителей. Поэтому там побывали все желающие. Отдельно хочется сказать и об истории появления предметов в музее. Помимо приобретенных музеем экспонатов, свой вклад в пополнение фондов вносят и простые жители, неравнодушные к нашей истории. Истории Байкала-Амурской магистрали. Ну, помимо съемочной группы, вот как вы. Еще у нас были студенты из Венского университета. Они пишут научные работы по малым народностям заселяющих БАМ. То есть им тоже вход в фондахранилища разрешен. Но для этого пишется специальное ходатайство. Поэтому, как бы скажем так, что не так много, но по необходимости люди в фонды попасть могут. Просто так сюда не попадешь. Это вообще-то нужно разрешение директора. Есть инструкция, регламентирующая работу в фондах. Поэтому, как бы, фондахранилища, они, как бы, скажем так, для большей части населения закрыты. Дополняют это и без того атмосферное место, конечно же, люди, работающие в фондахранилище. Архиваторы с особым трепетом относятся к предметам. Благодаря определенным условиям, поддерживаемым в музее, все деньцы хранения находятся в отличном состоянии. И, как мы думаем, будут радовать и завораживать еще не одно поколение. Один из интереснейших экспонатов – это рукопись Флоренского. Я не знаю, знаете ли вы, фамилия известна. У нас есть музей, который находится в Сковородинском районе, носящий имя Павла Александровича Флоренского. Эта рукопись шла под грифом «Совершенно секретно». Рукопись – это в единственном экземпляре. Она находится в нашем музее. Сковородину хотел ее получить, потому что это подлинник. Сюда приезжал внук Флоренского, который привез материалы о своем дети. Я вам еще представлю два вот таких вот значка. Они тоже времен Сталина. Он называется «Отличный вагонник». Второй значок – «Ударнику сталинского призыва». Один датирован 42-м годом, второй выпущен в послевоенное время. Но, тем не менее, такие значки сейчас являются огромной редкостью. Они выпущены еще во времена Сталина. Вот эти вот предметы нам были переданы сотрудниками ЛОВД. Это, скажем так, своего рода холодное оружие, которое было изъято у населения. Но оно не представляет никакой опасности, потому что клинки не заточены. Но, тем не менее, как бы хранить в домашних условиях без определенных документов эти предметы нельзя. Поэтому эти предметы были изъяты и переданы к нам в музей. У нас есть экспозиция, посвященная, ну, целый зал такой вот, посвященный истории ЛОВД на БАМе. Ну, как бы часть предметов там представлены, а эти предметы в экспозицию не вошли, поэтому они находятся в фондах музея. Вот такое вот у нас колумбия. Только представьте, ведь предметы из фонда – настоящие свидетели истории. Каждый из них по-своему уникален, неповторим и представляет невероятную историческую ценность. Посетить это место удается немногим, что придает фонда хранилища какую-то особенную таинственность. Мы находимся в фонде хранилища номер два, и нам о нем расскажет Нина Павловна, которая является хранителем. В этом фонда хранилища находятся коллекции ткани, прикладное искусство, сувениры, визуальная продукция, естественно, научный фонд. Ну, конечно, у нас все интересное. Ну, вот в плане посещения нашего города белорусским телевидением, для них вот я готовила предмет. В 1982 году на строительстве БАМа на станции Сюльбан прибыл отряд имени 19-го съезда. Он был составлен из разных республик, из краев, областей. Они прибыли, вот, не поддержите, они прибыли на станцию Сюльбан. И вот этот плакат был как раз с ними. Это их раритет, этого отряда. В том числе были и из Белоруссии там комсомольцы. Это был комсомольский ударный строительный отряд. И вот они здесь оставили свои автографы. Вот что интересно. Мы им приготовили для съемок, потому что они в Белоруссии будут показывать к 45-летию БАМа участие белорусских комсомольцев и к 100-летию комсомола. Они будут показывать сюжет. Впечатляет и то, что в таких, казалось бы, небольших залах собрана целая история. И несколько месяцев, наверное, не хватит, чтобы рассмотреть и изучить каждый предмет. Чего только стоит коллекция полезных ископаемых. Кристаллические друзы, плавиковый шпат, минералы, кристаллы. Эти дары природы невероятно разнообразны и красивы, и каждый из них заслуживает отдельного внимания. О предметах быта советской эпохи, собранных здесь, вообще можно говорить бесконечно. Это и каски, и одежда, и транспаранты с автографами. Пусть побывать в этом месте вам вряд ли удастся, но прикоснуться к истории вы всегда можете и в выставочных залах музея истории БАМа. Ведь выставки формируются из предметов, хранящихся в фондах хранилища. Это Московский институт инженеров транспорта, то есть 1985 год. Тут можно даже прочитать фамилии, может, кто-то увидит его, знает. Вот это кресло, оно было на выставке даже в Японии. Это кресло туда возили. И очень долго не могли его оттуда потом забрать, потому что японцы очень хотели, чтобы его оставили у них, потому что они очень ценят такие вещи, как бы индивидуально, тем более оно из кедра сделано. Кстати, из муниципальных музеев самый большой по фондам, по площадям – это наш любимый музей истории БАМа. В отличие от краеведческих музеев, которые отражают историю районов, и областного музея, который, в свою очередь, отражает историю Амурской области в целом, наш музей отражает историю БАМа и во времени, начиная с 30-х годов, и в пространстве. То есть географически наш музей охватывает такие регионы, как Бурятия, Иркутская область, Якутия, Амурская область и Хабаровский край. Протяженность работы музея, если можно так сказать, составляет более 4 тысяч километров – от станции Тайшет до станции Советская гавань. В общем, масштабность несоизмерима ни с одним музеем нашей области. В эфире была программа «Свободный полет». Увидимся на следующей неделе. И не забывайте подписываться на наши страницы в социальных сетях. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!